Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Будем стараться на все ответить, но тут как получится, сами понимаете. Если у вас есть вопросы про Bitrix24, а сегодня мы, конечно, будем говорить про сервис Bitrix24 больше во второй части, про инструментарий, технически разбираться не будем, но по смыслу будем касаться, будем интерфейс немножко касаться и функционала. Так вот, если у вас есть вопрос про Bitrix24, можно не ждать окончания или второй части, можно сразу же задавать его в чат. Сегодня с нами в чате работают наши партнеры, компания Altasip, интеграторы с большим опытом, которые сервис Bitrix24 знают хорошо, и они сразу же могут вам дать ответ даже параллельно нашему выступлению в основном окне чата. Итак, друзья, полтора часа, будем разговаривать про связку маркетинга и продаж, и давайте, наверное, будем переходить непосредственно к теме. Я буду представлять первого спикера, который есть у нас сегодня. Мы сегодня пригласили поделиться с нами информацией Андрея Гаврикова. Андрей совладелец, генеральный директор маркетинговой группы Комплета. Вообще регалий достаточно большое количество, если интересно, можно найти, погулять Андрея, почитать, посмотреть. Андрей, выходи к нам в эфир. И Андрей сегодня расскажет про интересную очень, ну, давайте подход будем называть, методология подход, который называется account-based marketing. Что это такое, зачем это нужно компаниям, есть ли там плюсы и подводные камни. И вот сегодня мы первую часть послушаем. Вопросы, пожалуйста, в чатик. Андрей, большой привет тебе. Да, Миш, привет еще раз. Друзья, коллеги, всем привет. Меня все хорошо слышно, видно. Поставьте, пожалуйста, плюс, чтобы убедиться, что все действительно нормально. Мы все тестировали, но повторение мать учения. Давайте будем стартовать. Я не буду рассказывать, какой я хороший, классный, замечательный. Слайд даже специально в презентацию не вставлял, чтобы не тратить ваше время. Давайте сразу, как говорится, с корабля в карьер. Вот, вкратце, буквально два слова, кто не знает, кто, я все-таки скажу, чтобы было понимание, почему про это я говорю. Мы в маркетинговой группе комплекта с 2007 года занимались классическим вот таким интернет-маркетингом, а с 2011 года мы стали заниматься то, что сейчас называется диджитал трансформацией маркетинга-продаж. В основном это B2B-шные компании, оптовые компании с дилерскими сетями. У нас, как говорится, мы съели там не одну собаку среди клиентов и крупной производственной компании, и там департамента B2B, того же Beeline, Ростелекома и так далее. Поэтому что сказать вам есть? Значит, смотрите, с чем мы классически сталкиваемся при работе с B2B-шными компаниями. То есть классический подход, когда есть маркетинг, есть продажи. Руководители смотрят на цифры. Вот, допустим, у нас сейчас там оборотка 2 миллиона евро в год. Получается это 60-70 заявок. Ну, соответственно, наша задача, чтобы маркетинг сгенерил нам 150-200 заявок для того, чтобы достигнуть цель роста в три раза. Ну, казалось бы, все очень просто, там и на поверхности так лежит. Все мыслится в таких категориях чаще всего. И мы сталкиваемся здесь всегда с одной и той же проблемой, когда вот такая логика здесь присутствует. Маркетологи начинают носиться в поисках новых клиентов. Они начинают искать все возможные способы лидогенерации. Просто вот откуда хотелось бы получить лиды и так далее. И зачастую тратится огромное количество усилий, ресурсов, временных, денежных, людских. Вот, для того, чтобы сгенерить какие-то лиды, как-то отдать их в отдел продаж. И там уже продажники, мол, сами разберутся с тем, что это есть. Вот, и маркетологи смотрят на свои заслуги, на свои достижения, думают, блин, смотрите, сколько у нас лидов, какое количество, какая стоимость, как мы их замечательно сгенерили, как все хорошо, прямо круто, супер-пупер. А в отделе продаж смотрят, блин, а что за неквалифицированные лиды? Почему клиенты вообще спрашивают не тот продукт, который у нас есть? Почему клиенты пропадают? Почему клиенты не отслеживают, не открывают наши коммерческие предложения? Непонятная история. И начинается вот эта вот война, да, классика жанра, когда маркетологи кричат, что вы, дурачки, там, в своих продажах ничего не разбираетесь. Те в ответ тоже самое говорят про маркетинг. И происходит бардак. Вот, а потом руководство начинает изобретать что-нибудь такое. Давайте сейчас срочно там зальем все маркетинговым бюджетом, рекламным, там, сменим весь отдел продаж. Они не справляются у нас, видишь, у нас же куча лидов там вроде как есть. Происходят вот такие вот мыслительные процессы. Это классический старый подход, который есть для B2B, который используется. То есть у нас есть отдельно маркетинг, то есть он генерирует какой-то лид и передается в продажи. Продажи должны закрыть. В чем минусы для B2B-шных компаний? И вот сложный продукт, даже в B2C тоже есть сложные продукты, в чем сложность с этим? То есть противостояние между маркетингом и продажем. Цель маркетинга на лиды, а не на продажи. Лиды эти зачастую бывают некачественные, главное количество. Бюджет маркетинга, соответственно, неэффективно расходуется. Показатели закрытия сделок невысокие. Непонятно, на каких клиентов концентрироваться. Менеджером по продажам, потому что все подряд сыпется. Это всякие разные заявки, всякие клиенты с лид-форм, с лид-магнитов, участники вебинаров, конференции. Вот это все нужно разгребать. И непонятно, в итоге, кто отвечает за работу с текущей клиентской базы по прогреву, по дожиму с помощью инструментов диджитал-маркетинга. В США зародился в свое время, не так относительно, не так давно, такой термин, как account-based marketing, ну или сокращенно ABM. То есть это такой подход к маркетингу, где на первое место ставится не лид-генерация из всех возможных источников, как это есть при классическом подходе inbound-маркетинга, так называемом, когда мы настраиваем контекст, таргет, все подряд, все это льем. А работа с конкретной выбранной клиентской базой и только с ними, только с ключевыми клиентами, с аккаунтами, так называемыми. При таком подходе формируется из отдела маркетинга и отдела продаж единая команда. То есть нет разделения на маркетинга и продажи, есть разделение на функции небольшие внутри, но это одна общая команда. И с помощью инструментов различных, маркетинговых и инструментов продавцов, идет работа по всему пути клиента, по каждому шагу. Тема эта набирает на Западе все больше и больше оборотов. У нас в России буквально десятки только внедрений всего этого дела есть, ну сотни, может быть, благодаря тоже нашим усилиям. В основном это делают компании достаточно продвинутые, айтишные, очень много там всяких битубишных тоже компаний, серьезно кто это идет. В чем суть этого подхода, да, то есть и как должно быть? То есть смотрите, здесь нет разделения между маркетингом и продажем. То есть это единый процесс. И на этапе старта, работая с клиентом, максимальные усилия делают маркетологи. Но до самого конца, до закрытия сделки, они тоже прикладывают усилия. С каждым шагом меньше и меньше. И продавцы принимают участие с самого начала. То есть что это такое? Смотрите, на уровне собственников и топов принимается решение, что у департамента маркетинга и продаж общий KPI. Не должно быть такого, что маркетинг отвечает только за лиды. То есть мотивация у всех должна быть привязана к прибыли компании. Если в компании нет коммерческого директора, ну по структуре компания небольшая, там относительная и так далее, то должен быть создан комитет из руководителей отдела маркетинга, продаж, реализации проектов. Маркетологи и продавцы должны вместе решить, над какой клиентской базой мы будем работать. То есть составляем список клиентов, с кем мы работаем. Должна быть полная синхронизация между тем, кто есть наш клиент. Не должно быть такого, что мы вам что-то нагенерили, а вы там разбирайтесь. То есть финально руководители отдела продаж и маркетинга решают это между собой, договариваются, кто будет наш клиент. Маркетинговый план разрабатывается маркетологами, но он должен быть согласован вместе с отделом продаж, с руководителем отдела продаж. Все вместе его просматривают, дают рекомендации по сегментам целевой аудитории, какие могут быть сложности и так далее. Маркетинг должен помогать прогревать клиентскую базу, которая есть, да, с помощью инструментов, с помощью мейл-рассылок, чат-ботов, инструментов ретаргетинга, об этом всем сегодня поговорим. Продукт упаковывать нужно конкретно под каждый, под каждого там клиента или под каждый микросегмент, различные полезные сервисы использовать, опять же, да, там мы в свое время там разработали тоже пачку сервисов, там, электронные коммерческие предложения, чат-боты, мотивирующие продавцов там и так далее. И должны проводиться еженедельные планерки между маркетингом и продажем, где проходится прямо по каждому виду и обсуждается, как он сдвинулся, что произошло с клиентом, какие были касания, был ли на вебинаре человек, смотрел ли коммерческое предложение, видел ли наши баннеры, смотрел ли какие-то страницы, да, то есть продавцы должны буквально прямо отчитываться за каждый лид, что с ним происходит и какая нужна помощь. Возникает вопрос, звучит как-то странно, совершенно непонятно, в классическом формате сложно и, собственно говоря, вопрос интимного характера, да, что нам это даст, какие профиты для компании, для бизнеса. Все очень просто, смотрите, мы фокусируем не на качестве клиентов, точнее, на качестве клиентов, а не на их количестве. Мы инвестируем деньги в клиентов, у которых потенциально большая конверсия, то есть те клиенты, у которых гораздо проще нам конвертировать деньги. Выше ромя, возврат маркетинговых инвестиций. Маркетинг занимается глобально не лидогенерацией, а комплексным сопровождением сделок, то есть база у нас фактически есть уже, и мы помогаем эту базу развивать, да, эту базу. Персонализировано выбираем инструменты под клиента, а не всех под одну гребенку мы там косим, там, контекстная реклама условная. С точки зрения клиентов, клиент видит, что у нас персональный к нему подход, он более лоялен, он воспринимает нас как партнеров и готов идти на гораздо большие чеки. Клиенты становятся фанатами бренда, и глобально клиенты готовы дальше больше нам платить, с нами работать здесь при таком подходе. То есть они чувствуют эту персональную всю историю. Существует три типа. Размера баз, да, то есть, ну, вот классика жанра, это вот начинаем с тама, да, то есть все, кому гипотетически может помочь наш продукт, потом сегмент меньше, те, кто, в принципе, соответствует профилю нашего целевой аудитории. Из этого профиля мы можем выбрать там от 5 до 50 тысяч компаний, достаточно широкая выборка тоже очень, тех, кого мы можем массовыми инструментами отлавливать с помощью контекста, таргетинга там и так далее. Средний охват от 50 до 5 тысяч компаний, это те, кто уже у нас могут быть в базе, с кем мы работаем, непосредственно развиваем, но узкий охват – это прямо самые золотые и дорогие клиенты, на которых мы максимум ресурсов тратим, да, то есть есть, ну, глобально три подхода, как косить целевую аудиторию. Вот, и с точки зрения вложения бюджета в финансы все так и происходит. То есть на максимальные охваты мы тратим там, ну, минимальное количество денег, какие-то, может быть, там, публикации на тростливых каких-то порталах, на чем-то там еще и так далее, и так далее. Но чем глубже мы опускаемся на каждый сегмент, тем больше денег мы начинаем инвестировать конкретно в этот сегмент. Значит, смотрите, алгоритм внедрения. Давайте сразу по нему пойдем, я эти пункты засчитывать не буду, потому что мы сейчас по ним прямо проскочим с вами. Времени не так много, хочется максимально пользы инструментов сейчас тоже вам рассказать. Значит, смотрите, первый момент. Компания идеологически должна для этого созреть. Ну, не бывает такого, что приходит директор и говорит, давайте внедрим IBM. Я там послушал доклад Гаврикова на вебинаре от Bitrix24 и сказал, надо внедрять. Нет, на это уходит определенное время, и компании должны прочувствовать эту боль. То есть это должно принять решение руководства, и только руководство. Следующий момент. Должен быть создан комитет из тех самых руководителей отделов продаж, реализации маркетинга. И должен быть назначен один единственный ответственный. То есть за внедрение этой программы. Только один человек. Только один. Ни два, ни три. Ни директор по маркетингу, ни руководитель отдела продаж. Неважно. Один человек, который отвечает за внедрение этой команды. Кто-то должен быть выбранный с них. Либо из них, либо кто-то из топов компании. Формируются цели. Вот здесь у меня опечаточка. Не три цели, а, конечно же, четыре. Но по факту, смотрите, здесь самые популярные цели, которые есть на уровне бизнеса, на верхнем уровне, на уровне топ-менеджмента. Здесь нет показателей прибыльности и так далее, как вы видите. Это на уровне менеджмента по маркетингу, по продажам. Четыре цели классические, которые есть, они могут варьироваться. Но чаще всего мы проверяем KPI по количеству сделок, процент конверсии сделки от тех лидов, которые к нам приходят. Средний чек, который генерируется, и длительные сделки по времени закрытия. То есть это те показатели, на которые мы можем с вами влиять. То есть мы можем влиять с вами на количество сделок, на процент конверсии, повышать его работы над этим, повышать средний чек и ускорять процесс сделки самой. Фиксируем текущие показатели, которые у нас есть по этим параметрам, и выставляем цели, то, к чему мы хотим прийти, ну, исходя из финансов. Я сейчас не буду погружаться в теорию цели и полагания, обратной декомпозиции целей на задачи и подзадачи. Давайте, я думаю, вы сами справитесь. Следующий момент. Формируем с вами портрет идеального клиента. По каким критериям, по сегментам, опять же, классической сегментации целевой аудитории. Формируем сегменты, потом начинаем углублять на конкретно разных представителей компании, кто это должен быть, чем этот человек интересуется, что ему нужно с точки зрения бизнеса от нашей компании. То есть вот как в классическом подходе мы это формируем. Но дальше наступает другой момент, который отличается от классического маркетинга подхода. Мы начинаем составлять конкретную клиентскую базу. То есть не просто мы насегментировали, как обычно, не запускаем таргетинг, контекст, холодные прозвоны, погнали вперед. Нет. Мы начинаем формировать клиентскую базу. Еще раз я повторюсь, это важный ключевой момент. У базы один хозяин, один человек. Не должно быть киданий, вы в продажах за нее отвечаете или вы в маркетинге. Выбрали одного главного за этот проект, за внедрение аккаунт-бейс-маркетинга, пилотного проекта на ограниченном количестве клиентов. Он отвечает за нее. Значит, составляем базу. Наша задача здесь сейчас собрать базу сырую, с потенциальными клиентами, с кем мы можем работать. Для пилотного запуска, вот так, чтобы потестировать, посмотреть, как это зайдет или нет, среднестатистически, опять же, это зависит от огромного количества факторов, но среднестатистически обычно формируется база в 300-500 контактов, которые потом сокращаются до 50-100, когда мы их прощупали, уже обогатили данные, сейчас об этом поговорим. И уже прямо плотно дожимаем вот эти 50-100 контактов. Если у вас достаточно широкая отрасль, то есть если вы занимаетесь внедрением, например, Bittrex24, его интеграторы, слушайте, но у вас база это может быть не 300-500 контактов, а вот вы выбрали те отрасли, в которых у вас есть крутые кейсы по автоматизации и так далее. И будет там 3-5 тысяч компаний, но у вас все равно должен быть список этих компаний, и вы дальше с ними будете работать по тому алгоритму, по которому я сейчас тоже скажу. Дальше у нас что с вами происходит. Так, секунду. Вот, где мы, соответственно, можем с вами эту клиентскую базу составлять, какие источники есть. Сейчас вот рекомендую записывать куда-нибудь это отдельно, но хотя презентация будет, но в голове лучше тоже эти источники сохранить. Значит, смотрите, ассоциации и гильдии, да, различные, участники, Алексей, я вот как раз сейчас отвечаю на ваш вопрос, вот, это может быть имеющаяся база, могут быть источники, которые мы собираем. Вот, то есть мы составили профиль идеального клиента, то есть те компании, например, те отрасли, где у нас есть уже кейсы. Это самый простой вариант для захода всегда, самый простой. То есть то, что вы можете уже показать и показать, сыграть на истории, смотрите, а у ваших конкурентов уже такое есть. Значит, ассоциации и гильдии различные, да, то есть там, где есть компании. Отраслевые рейтинги там могут быть. Вот у нас в Digital, да, там есть отраслевые рейтинги, Tagline, Reward, аналогичное. Там есть рейтинги застройщиков, есть рейтинги системных интеграторов. Не везде это есть, но тоже есть, там тоже может быть ваш потенциальный клиент. Отраслевые какие-то порталы, где есть каталоги компаний и так далее. В свое время мы искали клиентов себе для нашего проекта по IBM, компанию, которая у дилерской сети есть. Вот на сайте, по-моему, вашдом.ру, если не ошибаюсь, это сайт. Мы нашли, а да, вашдом, мы нашли такой раздел «Ищем дилеров», компаний-производителей, десятки компаний ищут дилеров. Наша клиентская аудитория 100%. Spark и аналогичные сервисы, по которым мы можем делать выгрузки по компаниям. Каталоги компаний классические, да, там, 2GIS и прочее, прочее, прочее. Есть так называемые умные каталоги компаний, типа Bindex, которые агрегируют данные с разных источников. По разным параметрам нам могут выдать данные. Например, по Москве производство кофе и чая выдало 18 компаний, которые есть. Результаты выдачи поисковых систем. Ну, ясно, просто, понятно. Вие основные ключевые запросы, по которым продвигаются ваши потенциальные клиенты, составили список тоже из этих сайтов. Товарные агрегаторы, опять же, товары, услуги, прочие маркетплейсы, которые есть. Там тоже могут быть ваши клиенты. Участники выставок и конференций. Классика жанра, да, то есть вот если ваши клиенты там выступают с какой-то одной тематикой отрасли, смотрим вместе, кто там выступает. Я на прошлой, получается, неделе, да, на прошлой, был тоже на конференции, первый в офлайне, как раз-таки выступал с нашими кейсами в тематике оконной, строительных материалов. Как раз-таки вот пришел, взял каталог участников, сфотографировал, отправил его в отдел продаж и маркетинга. Он даже сказал, ребята, действуйте, вот вам до пополнения клиентской базы. То есть те люди, у которых после кризиса есть деньги, быть на выставках и конференциях. Это могут быть отраслевые различные исследования с участниками, да, кто принимал участие. Это могут быть публикации на отраслевых ресурсах, да, то есть мы смотрим на тех ресурсах, где тусуются ваши клиенты, кто из них достаточно активен, кто делает какие-то публикации, какую-то экспертизу несет, рассказывает там и так далее. Это могут быть рекомендации от сервиса SimilarWeb, да, то есть это сервис по анализу конкурентов. Вы вводите сайт от новых своих клиентов, к примеру, от Unitex.ru, допустим, мы ищем клиентов интернет-магазина мебели. И вот он нам рекомендует Competitors and SimilarSites, да, то есть конкуренты и похожие сайты. Есть другой сервис, SpyWords, есть сервис KSO, это по поисковому маркетингу. Они тоже показывают, кто является конкурентом конкретного домена по пересечению поисковых фраз, объявлений в контекст на рекламе там и так далее. Это был первый способ, да, то есть, ну, то есть что мы делаем? Мы с вами набираем базу. Опять же, у вас могут быть другие источники, я вот назвал сейчас наиболее популярные, которые есть. Дальше мы начинаем из этой вот холодной базы сырой добывать руду, полезные данные, обогачать ее. Да, то есть нам нужно понять контакт именно вот этих LPR-ов внутри этих компаний. Где-то это бывает прямо на сайте, слушайте, реально это бывает прямо на сайте. Где-то есть дополнительные всякие хитрости и фишечки. Вот, например, есть такой сервис, как Hunter.io, вводим домен компании. В данном случае я взял домен коллег, ingate.ru. Этот сервис анализируют в интернете, сопоставляют контакты, имейлы, в которых в открытом доступе где-то оказались. 82 человека. Вот, например, Дима Орлов, тоже мой коллега, маркетолог и спикер с компанией ingate. Вот есть его имя, есть его фамилия, есть его электронная почта. Александр Григорьев, Анна Макарова некая. То есть сервис позволяет найти контакты уже с людьми в этих компаниях. И дальше уже ваша задача написать письмо этому человеку, сказать, что вот далее, ну, здесь уже не я буду рассказывать, это уже продавцы ваши знают, как эти данные получать. Да, там то, что и здравствуйте, вот. А вы вот человек, который отвечает за закупки этого, мне далее ваш контакт, он скажет, ой, нет, вы ошиблись, это вам неправильный мейл, далее пишите на такой-то, такой-то. Я сейчас не буду про эти механики рассказывать, вы, ну, логику просто уловите саму. Похожий сервис Uplit.com тоже вот ввел, например, там, меня интересует Андрей Гавриков, который в компании Комплета работает. Вот он находит мой контакт. Собственно говоря, компания маркетингов, группа Комплета, вот мой имейл даже, личный, рабочий точнее, есть, да. Rocket Rich, та же самая история, та же логика. То есть вы смотрите в этих сервисах Hunter.io, самый крутой, самый навороченный из них, на мой взгляд, но тоже можно пробовать через них. Надо понимать, что это сервисы для забугория придуманы. У нас они работают через раз, через раз. Но можно там повезти, что вы эти данные все найдете. Вот, потом есть замечательная штука, которая называется LinkedIn Sales Navigator. Несмотря на то, что LinkedIn заблокирован у нас в России, как бы, да, аудитория там постоянно растет. Через год после блогировки там было миллион активных пользователей. Сейчас там, по-моему, миллион двести, если я не ошибаюсь. Есть такая штука, как Sales Navigator. Ссылка в презентации есть, как его подключить, эту историю, да. То есть это, по сути, специальная платформа внутри, которая позволяет вам хранить переписку с людьми. Ну, такая недо-CRM условно. То есть делать рассылки по ним, запускать рекламу. То есть вы сами набираете там сырую аудиторию, работаете с ней, какие есть механики в LinkedIn, и потом уже перекидываете ее в полноценную CRM-систему, типа Bittrex 24, и дальше уже прогреваете остальными инструментами. То есть здесь первичка идет для сбора вот этих потенциальных контактов и обогащения. То есть мы можем узнать должности человека, там, что он пишет, там, когда пишет, где бывает и так далее. То есть все, что нам нужно про это. Просто социальные сети. Анализ обычных социальных сетей не обязательно LinkedIn, да. То есть есть такие сервисы, как вот IQBus, например. Да, то есть можем по фамилии, по имени, по компаниям поискать, какие есть упоминания, где вообще что, в принципе, про компанию говорится. Можем использовать сервис mention.com. 14 дней бесплатно, сервис платный, но две недели можете протестировать. Настраивайте аналитику по упоминанию бренда конкурентов, клиентов ваших, прошу прощения, различных, да, там, и смотрите, а где что в стволу про них, где какая-то публикация какую-то разместили, новость, выступление на конференции, что-то еще, да. То есть в идеале, когда у вас будет настроено все на вашу клиентскую базу, вы это будете находить. Ну, это платный сервис. В индексе поисковых систем, прямо по запросам клиентов наших, мы вводим название клиента и смотрим информацию, что там есть. Вот, например, прочитали, что там Крок создал для стадиона внешний периметр безопасности с билетно-пропускной системой и так далее. Круто, да, получили зацепку, информацию, пошли в LinkedIn, там IT-директору их написали что-то, что нужно круто, поздравляю, такой кейс, прямо класс там, да, там. Ну, здесь, опять же, много механики есть по работе, про прогреву, сейчас вот не про это, мне про структуру вам рассказать. Дальше. Бесплатный сервис, которым я пользуюсь сам, Google Alerts, да, бесплатный сервис, список, фраз, по которым мы отыскиваем всю информацию, по конкурентам, будь то, или по потенциальным клиентам, неважно. Если в индексе поисковой системы Google появляется новая страница с ключевыми словами, которые вы ввели, то вам приходят уведомления. Вот мне пришло уведомление, что там по запросу Андрея Гавриков появилась новая страница в индексе, там, от сайта rb.ru и Forbes, там, какие-то комментарии я давал. Все. И мы следим, опять же, то есть, что происходит с нашими клиентами, с их брендами, да, какой новостной фон, какие данные, что мы из этого можем выудить потом дальше для нашего маркетинга и продаж. Упоминания в новостях от Яндекса, от сотрудников, отзыва от сотрудников. Анализ профиля в социальных сетях, конечно же, лезем полностью. Там очень много полезной, нужной информации про клиентов есть. Дальше. Готовим оффер, да, то есть, конкретное предложение под конкретного клиента или под небольшой кластер клиентов мы готовим. То есть, общий УТП может быть под продукт. Вот, например, у нас есть авиасани с легким управлением, отапливаемый кабинами, какие-то ход, бла-бла-бла. А есть сегмент, собственно говоря, рыболовов. Да, то есть, рыбалка в любое время года, небольшой расход топлива, легко ремонтируется. Природоохранная организация, скорость до 100-100 км в час, переход с воды на лед, полицейский разворот есть. То есть, и здесь также мы не общий УТП оффер готовим, а либо под конкретную компанию, либо под конкретный сегмент. Под членов закупочного комитета мы эти офферы простраиваем. То есть, что нужно генеральному директору, финансовому директору, коммерческому директору. Да, то есть, вот эта очень плотная работа идет индивидуально, но она у нас, соответственно, отупается. Дальше, что мы с вами делаем? Дальше мы с вами, соответственно, запускаем наш маркетинг, готовим. То есть, наша задача здесь затянуть нашего вот этого клиента из базы в цифровую ворону. То есть, что мы здесь делаем? Готовим сайт, там разделы под конкретно сегменты целевой аудитории. Здесь вот пример с этими аэросанями. Здесь пример у нас комплекта, чисто для производителей, поставщиков, отдельный лендинг-пейдж. Здесь пример нашего клиента компании Альтопрофиль, страницы для поиска дилера и партнеров. То есть, мы готовим конкретно те страницы, куда будем эту аудиторию тоже подключать. Готовим рекламу. То есть, есть у нас список там из компаний потенциальных клиентов. Расставляем геоточки в различных системах рекламы. В данном случае, например, ВКонтакте, в Яндексе, в Гугле, в Фейсбуке, везде в современных системах ведения рекламы есть возможность по адресам запускать рекламу. Готовим креативы, да, конкретные. Это вот пример кейс, как мы бегали за нашим уже существующим клиентом. Еще древний кейс, логотип наш старый, когда владелец компании не мог все выйти с нами на связь. То есть, крупная компания, там пять заводов. Мы запустили таргетированную рекламу по его номеру телефона, на его офисы, на его заводы. В итоге он вышел с нами на связь, нашел время, пообщался. Запланировали работу на следующий год. Это вот точечная работа на одного человека была. Дальше. Готовим письма под конкретные сегменты целевой аудитории, под конкретных людей. Индивидуально тоже готовим это все дело. Готовим контент, какие-то полезные исследования, какую-то полезную дополнительную информацию. Готовим ивенты, вебинары, прочую всю историю, на которую мы будем этих людей приглашать. Вот. Дальше. Этап сопровождения и удержания клиентов в их развитии. То есть, наша задача – довести клиента уже до продажи, не пережечь его, не становиться назойливыми. И в идеале, чтобы было так, что клиент подумал, что он сам нас выбрал. То есть, здесь, само собой, CRM-система. Ведем конкретно каждого клиента, смотрим касания, используем отворонки продаж автоматические, которые в Bittrex тоже есть, когда запускаем Facebook, когда SMS-ку отправляем, когда e-mail, какое-то письмо. Ослеживаем открытие коммерческих писем, коммерческих предложений, писем. Можно там более сложные, там, использовать всякие штуки, там, типа, Yesware, плагины для браузеров и почтовых клиентов, которые это отслеживают. Или еще более навороченные, там, типа, нашего сервиса SalesPilot, которые позволяют отправлять клиенту коммерческие предложения в виде посадочной страницы, смотреть, что он там на них смотрел, что не смотрел. И после того, как уже происходит контакт, да, соответственно, или клиент не посмотрел, уже, исходя из этого, строится сценарий продаж. Использовать сервисы типа Selvery, которые позволяют проводить презентации продукта клиента. То есть клиент видит на своем мониторе одну презентацию, менеджер по продажам видит другую презентацию, у него дополнительные блоки. А что здесь рассказать? Ой, а вот у нас, кстати, был случай. Вот такой вот у нас был кейс интересный, смотрите, так и так. Хотя на презентажке этого нет, и клиент думает, что он прямо из головы это вспомнил. И так далее. Вот специальные боты для пинания продавцов, чтобы напоминать им, что делать, как делать. Типа вот тоже сервис мы сделали все время SalesLine.ru, который говорит, сколько тебе осталось звонков, сколько тебе денег для выполнения плана. То есть такой мотиватор отдела продаж. Вот, следующий важный момент – аналитика. Три уровня измерения у нас здесь есть. На уровне бизнеса, на уровне показателей маркетинга, на уровне рекламных компаний и прочих методов. На уровне бизнеса – 4 конверсии основные. Количество сделок, процент конверсии в сделке, средний чек – длительность сделки на уровне топов. На уровне маркетинга – данные по ромке продаж, все, которые есть конверсии, переходы, жизненный цикл клиента, стоимость за целевой лид, account penetration, то есть что значит этот термин? Это вот клиент закупает IT-услуги на миллион рублей в месяц, а мы предоставляем ему на, не знаю, на 50 тысяч рублей в месяц. То есть мы понимаем, что у клиента бюджет большой есть на эту категорию, а мы всего лишь там копеечку какую-то получаем. То есть нужно думать, как вот делать уж, прости господи, вот эту самую пенетрацию в бюджет клиента. Активности клиентов из базы, да, то есть вот что они сделали, что они посмотрели, что изучили. Роман, у меня есть время ограниченное, я рассказываю так, как мне влезть по скорости, вот помедленнее можете потом посмотреть записи. Да, презентация будет у вас, коллеги, конечно. Следующий момент. На уровне рекламных кампаний. Количество лидов, источники трафика, количество просмотренных страниц, показатели отказов, время на сайте, скаченные лидмагниты, материалы различные, конверсии. Да, то есть вот смотрите, все у нас раскладывается на несколько уровней. Все логично, все четко, все конкретно. Может быть простая отчетность, опять же, да, там у нас в CRM-системе ведется данные по воронке продаж, там используем дополнительные какие-нибудь модули по сквозной аналитике, может быть просто смотрим данные системы по аналитике. Ну вот, а может быть что-то сложное, да, то есть может быть что-то сложное, навороченное, там вот как у одного из наших клиентов, где огромное количество источников, там и 1С, и Carat Quest, и Bittrex 24, там и куча-куча-куча-куча-куча всего. Вот, и все это уже вовозим с помощью сложных всяких разных систем, бизнес интеллингенции типа Microsoft, Power BI, там и так далее. Но это отдельная моя любовь, уже аналитика, это тоже не будем погружаться. Давайте вот у нас осталось 6 минут буквально, несколько кейсов наших, да, расскажу практик, чтобы просто это понимали, как это происходит. Один из наших древних кейсов, собственно говоря, мы в агентстве, как я уже говорил, занимаемся в основном с B2B-шными компаниями, оптовыми производителями, но в 2016 году мы спланировали, что в 2017 нам нужно получить застройщиков-девелоперов. Мы давно не работали в этой тематике, у нас не было суперсвежих кейсов, но нам было это интересно, потому что там хорошие бюджеты, деньги, и наши разработки там могут быть тоже полезны. Что мы сделали? В середине декабря мы начали исследование, закончили где-то в конце января, по застройщикам, которые есть. Ну, выбрали те города, которые нам нужны. Там было порядка 530 сайтов застройщиков, их объектов проанализировано, разных. Мы сделали большое исследование. Стоимость такого исследования отдельно для клиента была бы порядка 300 тысяч рублей. Вот, но мы, соответственно, использовали это как клип-магнит. Что мы сделали? Ну, мы сделали, понятно, лендинг, для того, чтобы запустить таргетированную прочую рекламу, чтобы на фоне это собиралось. Но основной упор мы, конечно, не на это делали. Основной упор мы сделали какой? То есть мы прозвонили компании и сказали, ребят, у нас в онлайне будет проходить презентация такого-то исследования. Вам суперполезно, у вас сейчас начало года, и вы хотите это использовать для своего планирования. Это бесплатное, по сути, исследование. То есть вот конверсия, прохождение до лица, принимающего решения, до диджитал-маркетолога, директора по маркетингу, телемаркетингам нашим, была очень большая. Да, потому что мы говорили, вы компании сейчас подарите 300 тысяч рублей, сэкономите огромное количество вашего времени. Секретари пропускали. Даже когда не пропускали, мы высылали информацию, им просили переслать директорам, они сами с нами связывались. Мы получили порядка где-то 350 регистраций на вебинары наши собственные. Ну, мы это называли онлайн-презентацией. Вот, порядка 80 человек пришло вживую. Параллельно мы выступили на отраслевой конференции именно для застройщиков. Там было порядка 300 человек. Следующий, вторая итерация, еще один такой вебинар провели. Выступили еще на одной конференции. В течение, собственно говоря, года у нас вся история происходила. И уже в декабре, когда у нас уже была эта собранная база, уже сильно прогрета, было хорошо. У нас параллельно шло по нескольким направлениям, не только по застройщикам. Мы в гостинице Four Seasons прямо на Красной площади сделали бизнес-завтрак. Ну, как положено, шампанское, креветочки, каннапэшечки, вот это вот все. Ну, аудитория, собственно говоря, топовая, как бы подход нужен такой же. Вот, у нас было 96 человек, до 100 не дотянули 4. Вот, это дало все очень хорошие финансовые результаты нам. И до сих пор это откликается тоже обращениями, заявками и так далее. Другой кейс. Наш айтишный клиент. Сложная айти-система, большая, навороченная. Ну, объективно, клиентов в России там чуть больше 100 где-то есть. Вот, чуть больше. Соответственно, я сейчас про каждую стадию засчитать не буду, вкратце расскажу. То есть, с помощью различных источников мы сначала ищем, как их зацепить, да, клиентов. То есть, есть специализированные форумы, да, это такая тема, достаточно узкая, до сих пор там пользуются форумы. Есть, собственно говоря, у нас участники определенных конференций. Есть подписчики определенных глянцевых журналов тоже, что странно, как бы, но они это дело читают. Собираем эти данные, делаем публикации в СМИ, отраслевых, которые есть. Делаем методичку, потом таргетируем людей, чтобы они скачали. Делаем полезные видеоролики. По этой тематике узкой, там мало просмотров, но они тоже работают. Кейсы выкладываем. Начинаем вот эту аудиторию прогревать, начинаем загонять. Полезную информацию даем обычно. Потом высылаем через SalesPilot наш сервис коммерческого предложения с изучением данных, отслеживаем, открыл, не открыл, сколько изучал, что смотрел и так далее. И вот так вот постепенно итерация за итерацией клиента мы проводим через стадии и доводим до конца. Классная визуализация. Смотрите, Ольга, это сервис UXPresure.com. Сейчас. Это не конкретно вот в нем отрисовано было, по-моему, а может быть и в нем. Но в этом сервисе тоже есть такой же функционал, по сути. Вот. И мы это дело доводим. Сложный айтишный продукт, реально повторюсь. То есть мы своим маркетингом для этой компании делаем одну-две продажи в год, но там договор на 2 миллиона долларов и выше. Вот. Поэтому все усилия окупаются. То есть это узкий такой айтишный продукт. И последний кейсик наш. Собственно говоря, сам ручками это делал еще в то время. Значит, в 2015 году мы сделали лучший сайт в строительной тематике, и по дверям. Компания Торекс, наш клиент, мы с ними работаем с 2013 года до сих пор. У нас вообще клиенты, многие, которые к нам приходят, вот в этом году 10 лет, как мы работаем с компанией Альтапрофиль. Будет. В 2011 году мы с ними начинаем. Ну ладно, не суть. Значит, мы сделали самый крутой сайт в строительной тематике и по трафику, и по всем показателям, и по визуалу, по всем вещам на тот момент. Значит, что я сделал? Я взял, составил базу по производителям межкомнатных дверей. Потому что мы не можем работать с дверниками по железным дверкам только с теми, кто межкомнатных продает. Соответственно, составили эту базу те, кто есть в Москве, в ближайшем Подмосковье, либо представители, либо сами головные офисы. Вот. Что у нас пошло в пакет? Значит, маленький буклетик, буквально на 5 листочков. Это вот складывается, небольшой вот он такой, размером с ладошку. Это пол Альт-4 листа, где кейс Торекса был подробный. Отдельно, персональное обращение по имени и отчеству к представителю компании. То есть мы также собрали все данные, фамилии, имя, отчество, должность, что им интересно. Вот. Все это на крафтовой, красивой бумаге, в крафтовом конверте было. Дальше. На Алиэкспрессе я заказал, нам привезли наборы такие для Тарц. Вот такие вот коробочки. В них тяжелые дрочки, полупрофессиональные. Мы на них сделали стикеры, то, что от вас нужна только цель. И все это дело вместе с благодарственным письмом, вместе с кейсом, с визиткой тоже моей, мы это все дело вложили в конверт. Дальше уже курьеры службы доставки отправили все это, вручили конкретно в руки. И на следующий день уже был прозвон по этой базе. Все клиенты, с кем мы общались, с удовольствием общались, разговаривали. Они не ожидали просто, что обычно спам, а тут вроде полезный кейс, тут еще вот такая штука с дротиками. Это все было сделано как раз-таки еще в декабре, перед Новым годом. То есть народ прям очень-очень-очень был в восторге, на позитиве. Это, кстати, ошибкой было, потому что мы в декабре начали эту коммуникацию, а потом пропали на почти полторы недели новогодних праздников. Не делайте так. Лучше сразу после Нового года. Вот. Но это тоже принесло свои плоды очень хорошие. То есть это вот пример, когда мы... Да не обязательно дротики, это называется 3D-эффект, 3D-конверт. Вот. Выхватывать аудиторию. Опять же, это не моя идея. Я сразу говорю, я в свое время сам тоже учился у моего хорошего друга, коллеги Даниила Гвидина. Поищите в интернете. Даниил Гвидин. Вот как раз-таки он тоже про эту историю очень хорошо рассказывает и делает. Вот. Это его изобретение. Вот эти 3D-конверты для одной компании. Я вот сейчас уже, Миш, завершаюсь. Я вижу, время у меня все почти кончилось. То есть для одной из компаний-клиентов Даниил сделал какую-то штуку. Они закупили планшеты. Там всего буквально было 20 клиентов в стране, 20 заводов. И отправили планшеты людям в подарок, директорам. То есть они открывают коробку, включают. Там сразу автоматически, спрограммировано запускается видео. Иван Иванович, здравствуйте. Позвольте буквально там 2 минуты вашего времени драгоценно рассказать, чем я, собственно говоря, могу вам быть полезным. Ну, ты уже в руках держишь планшет и уже видео как бы, да, то есть смотришь, ну, чего же тебе не посмотреть-то уже. Интересно. Понятно, что это недорогие планшеты. Китайские были самые недорогие, там, по 5-8 тысяч рублей. Вот. Но тоже такие заходы. И вот здесь разные механики, опять же, в IBM у нас, когда разные сегменты целевой аудитории. То есть здесь вот достаточно большое количество клиентов. Мы думали масштабировать эту историю потом. Вот. Потом поняли, что нам, в принципе, на этом масштабе этого хватило. Ну, вот. А когда у вас там действительно 5-10-15 клиентов, можно что-то и подороже дарить, чтобы запомниться. Окей. Да, вопросы. Давайте буду отвечать на вопросы. Пока быстро. Минуточка нативной рекламы от меня. Подписывайтесь на меня в обязательном порядке в Инстаграме. У меня там есть полезная тоже информация. Там чек-лист по анализу конкурентов, пошаговая методичка, лид-магнит по лид-магнитам. Как раз-таки тоже полезного в контексте аккаунт-бейс-маркетинга, за что цеплять клиентов. И так далее, и так далее. Вот. Так что переходите, подписывайтесь. Можете задавать тоже какие-то личные вопросы там. Вот. А сейчас я вот жду тогда ваших вопросов и буду на них отвечать. Вы, друзья, услышали, какой плотности контент сегодня у Андрея был и сколько еще за плечами есть. Поэтому действительно проходите по ссылкам, по реквизитам и подписывайтесь. Можно сейчас задать пару вопросов. Мы в спокойном режиме. У нас есть 5-7 минут ответить на них. И пока вы вопросы формулируете, бросаете в чатик, у меня есть два. Вопрос первый. Давай. Создается ощущение, что вот аккаунт-бейс, он для крупных чеков, для больших сделок и для массового сегмента, ну, не подходит. Потому что ты выбираешь клиента, много с ним работаешь. Вот примеры с классными письмами, цепочками или креветками этими. Волшебные шампанцы. Да. Он, ну, для больших, правда. Есть ли место аккаунт-бейс в маленьком сегменте с небольшими чайами? Слушай, конечно, есть. Здесь мы обойдемся, понятно, без креветок, дротиков и планшетов. Здесь мы будем работать... Сейчас я тут по-быстрому, если пропущу. Вот он. Вот-вот-вот было. То есть здесь мы будем работать с вами на уровне, допустим, широкого охвата. Да, там, вот мы выберем там 10, 20, 30 тысяч наших потенциальных компаний, клиентов, какие-то определенные отрасли и будем их прогревать таргетированной рекламой, лид-магнитами, вебинарами. То есть мы в своем агентстве так же идем, по большому счету. То есть мы работаем там на широкий охват глобально, да, то есть вот общепринятые инструменты инбаунд-маркетинга. Вот. Но когда мы находим какие-то конкретные ниши, узкие, глубокие, вот так с примерами я сейчас говорил, мы отдельно идем в них и их отдельно прорабатываем. Вот. Поэтому здесь проблем нет. Причем такой подход, он применим же для B2C тоже. То есть, ну вот, вы, допустим, продаете квартиры какие-нибудь условно или какую-нибудь дорогую там технику, что-то еще, я там не знаю, какие-то дорогие услуги. Вот тут комменты, нефтепродукты. Значит, оптовые продажи нефтепродуктов. Зацепили клиентов, и так же их дальше можно греть. Так, вопрос вижу, да, от Ольги. Как найти клиентов в интернете для очень сложной B2B оптовые продажи нефтепродуктов? Ольга, смотрите, а в интернете не надо их искать. Вам нужно выстроить цифровую воронку, ну, как в примерах я показал, с программой, с полезным контентом, с чем-то еще, а выходить на них через офлайн. Вы выходите через офлайн, вы отправляете им какую-нибудь полезную презентацию или коммерческое предложение, вот там, опять же, в очередной раз нас прорекламируют, ну, что есть, так есть, сервис salespilot.ru, и клиент уже попадает в цифровую воронку, наставляет цифровой след, и вы можете его уже ретаргетингом, имейлом, рассылками дополнительными, чат-ботами и так далее прогревать. Только вопрос в том, что, ну, такая аудитория от нефтепродукта, там, конечно, чат-чат-бота не покатит, как для продажи онлайн-курсов. Там это очень редкая коммуникация, и она персонализированная должна быть. То есть здесь все равно упор уже больше будет идти на менеджера по продажам, но мы, как маркетологи, предоставим все эти инструменты, поможем им и обучим, как действовать с этим. Так, хорошо. Сложный вопрос про госклиентов, которым нельзя подарки, там, по закону прямо. Что можно делать? Можно ли контентом выходить? Контент, конечно, да. Лид-магнит и контент. Сто процентов. Все верно, Елена. Смотрите, пропустили вопрос от Артема. Спасибо за пользу информации. Еще начать для привлечения клиентов в B2B для типографии. Ну, смотрите, в B2B, в типографии, это вообще все просто. То есть вам дротики не нужно рассылать. У вас уже есть примеры, образцы того, что вы делали, кейсы. Опять же, берите те компании, с кем вы уже работали, кто вам уже доверил свою продукцию, свою полиграфию, вот это все. И идите к их конкуренту. Но объективно. Как бы это самый простой всегда вариант, самый простой заход, который есть. То же самое про таможенное оформление. В таможенное оформление в B2B. Слушайте, вот глобально, вот вы задаете, смотрите, одни и те же вопросы сейчас, ребят. Здесь два захода. Первый, если это узкий совсем сегмент, если вот типа нефтянки там и так далее, то мы через офлайн закидываем воронку. Если это более широкий сегмент, типа таможенного оформления, мы можем закидывать как с офлайна, так и с онлайна. Та же таргетированная реклама, контекстная, другие механики привлечения. То есть наша задача затянуть человека всеми правдами и неправдами цифровую воронку прогрева, а потом уже нажимать их там. Вот. Инструменты разные используются. Так, еще вопрос от меня. Ты вначале говорил, что для того, чтобы перейти с классического инбаунд маркетинга на вот новые рельсы, нужно созреть внутри. Конечно. Вот что это за созревание такое? Как к этому нужно подходить? Где щелчок? И нужно ли отказаться вот при переходе от инбаунд полностью и перейти на... Никаких... Вот это вообще нельзя делать. Никаких полностью отказов. Значит, смотрите, аккаунт-бейст-маркетинга может еще не прижиться к компании. Вот. То есть нужен пилотный проект, так называемый, на который выделяются ограниченные ресурсы, выделяется команда, там, условно говоря, там, один-два сейлза, один маркетолог, который этим вещами занимается. Вот они полностью там эту историю отрабатывают там за 3-4 месяца. И смотрят, полетело или не полетело. Вот. От инбаунда ни в коем случае отказываться не надо. Когда вот этот момент переключения наступает, когда в компании поняли, что это нужно, слушай, ну, когда вот то, что я в самом начале рассказывал, начинает часто происходить, что маркетологи винят продавцов, продавцы маркетологов, чек на маркетинг растет, затраты на продажу растут, а прибыль компании не растет. Да, то есть здесь приходит понимание того, что нужно что-то более персонализированное делать. Да, какой-то вот такой... Как кажется, что это картинка из большинства бизнесов, где есть отдельно маркетологи, отдельно продавец, даже если по одному человеку в каждом подразделении. Да, 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 все верно, все верно. То есть это очень важный момент. Ну, даже если у вас не ABM, слушайте, блин, доустраивайте, вы 5-минут на летучке, по итогам дня 5-10 минут между маркетингом и продажем, что продавцы давали обратку по лидам, какие пришли, как что, какие сложности есть, и нормальную полноценную планерку все равно раз в неделю делать. То есть должен быть стык, надо понимать друг друга, потому что это, ну, это просто грусть и печаль, когда две разные вселенные какие-то находятся рядом, и они между собой не дружат. Для компаний это просто минус, попасть на минус. Есть все равно вопросы про конкретные отрасли. Давай мы попробуем дать какую-то рекомендацию. Вот есть сегмент с клиентов, с которыми ты понимаешь, как работать. Допустим, это отрасль. Как тебе понять, где их искать? Пойди спросить, придумать. Это вот вопрос, я понимаю, от GL Core по поводу ортопедии, к примеру. Ну, их много, просто мы на большинство ответили, а тут еще... Да-да, ну, к примеру, смотрите здесь, если мы говорим не про IBM, а вот вообще про такие наиболее популярные способы, да, ну, наиболее популярные бизнес-модели и более простые, ну, с точки зрения построения их, как бы, это не говорит, что там просто ничего делать не надо и деньги посыпятся. Нет, в смысле простые в структуре процессов. Ну, у нас там особо не так уж много инструментов, друзья. Да, то есть если мы говорим про такой вот чистый перформанс-маркетинг, чистый лид-генерацию, это контекстная реклама, это таргетированная реклама, это SEO-продвижение, это там контекстно-медийная различная реклама, это CPA-сети в некоторых случаях. Все. Особо больше выбора никакого глобального там нет. Потом уже для дальнейшего прогрева у нас там подключается и там social media, и email-рассылки всевозможные, и ивенты, но первичные, первичных подписчиков, первичные контакты с клиентами, зацепки мы делаем именно через инструмент перформанс-маркетинг. Вот. К сожалению, здесь особо ничего не придумаешь. Ну, из рекомендаций, вот из кейсов Андрея, если есть классный контент, который цепляет, то есть, если вы просто выходите «купите у меня», то таких объявлений много, среди них можно потеряться. Если вы выходите с чем-то вкусным, классным, что заранее подготовили, пусть это стоит не 300 тысяч рублей, если у вас человек небольшой, а немного, там существенно меньше, но будет полезно вашим клиентам, это существенно повышает конверсию из рекламы в первичные привлечения в воронку, а дальше вы уже работаете внутри. Миш, можно еще один быстрый ответ я дам? Конечно. От Маргариты Щегловой. Мы производители литий-ионных АКБ для промышленной техники, очень узкий сектор. Тоже через интернет туго. В офлайн сложно завлечь инженеров. Кто в онлайн, наверное, имел себе? Суровые люди. Смотрите, я очень хороший кейс в свое время нашел, опять же, у своего товарища Дамира Халилова по СММ, доказывающий, что, в принципе, под любую тематику, под любую отрасль можно формировать комьюнити. Я сразу извиняюсь за тему, она не очень комфортна для большинства, но все же. В Фейсбуке есть большая группа, там порядка, наверное, сейчас больше 10 тысяч человек. Группа по-английски называется Embalmers Who Care. Группа создана компанией, которая делает бальзамы для бальзамирования тел умерших. И в этой группе более 10 тысяч специалистов со всего света, кто занимается вот этой всей историей. Я думаю, что вряд ли они сильно суровее, что инженеры ваши гораздо суровее, чем эти люди. И что, как бы, вот им тоже никак не обменяться, да, опытом интересным. Всем людям интересно обмениваться опытом. Здесь просто вопрос площадки, что понятно, скорее всего, эти инженеры ни в какой телеграмм не пойдут. Да, там это, ну, они в принципе в силу там водороса опыта не смогут. Но каким-то классическим формам 100% они пользуются и будут пользоваться. Ну вот, поэтому продумывайте форматы, которые могут быть удобны для них. Займитесь кастдевом, позадавайте вопросы, да, там, а есть ли вообще у них, кстати, потребности, да, там, может быть, действительно, они там у вас настолько супер суровые, что там им онлайн не нужен, так и не концентрируйтесь на онлайне. Работайте с оффлайн-источниками тогда, да, они все же дело в интернете упираются. Возможно, концентрироваться на подрастающем поколении, кто их заменит, да, там, укусники определенных специальностей вузов там и так далее, как-то начинать греть там через общедоступный канал, а с этими работать в оффлайне. То есть, вот, ну, опять же, я сначала за кастдев, позадавайте вопросы, разберитесь, поймите, что им нужно. Только так. Мы, может, сейчас говорим загадками про кастдев, да, это кастомер-девелопмент, посмотрите в интернете, это очень простая методология, по сути, вы задаете вопросы тем людям, которых вы уже знаете. Если в вашей базе есть эти товарищи инженеры, вы по телефону с ними общаетесь, по телефону поспрашиваете, где они обычно бывают, если им нужна специализированная информация, куда они идут, как они ее ищут, есть ли у них какие-то внутренние тусовки, где они обмениваются мнениями, а где они, это там форум какой-то, это есть, вдруг это телеграм-канал, мы сейчас предположили, что они там нет, но их всех заставили там, потому что один главный инженер, у которого ценная информация сидит в телеграме, им пришлось поставить к себе, да, и они там. То есть, позадавайте эти вопросы, много интересных инсайтов, таких ответов вы получите, и куда можно будет направить свои усилия, где можно эту площадку будет создать. Да, все равно. А у меня же одна из механик, вот тоже вам, то, что мы используем периодически, да, там для вас может быть полезно, если там на вебинар они не идут, а идут на какие-то оффлайн-мероприятия, ну, слушайте, ну, вы сделайте к этому оффлайн-мероприятию какой-то там свой чатик в каком-нибудь там ватсапе, да, там наиболее популярном какой-то сети, ну, вот, или форум какой-то закрытый, что-то, ну, чтобы все равно было понятно и простое для них. Ну, вот, и, ну, там коммуницируйте, там общайтесь уже, собирайте эту базу. Ну, вот, постепенно. То есть, первично проводим ивент, формируем первично количество участников, потом это комьюнити начинаем, начинаем развивать. Но это надо понимать, это вопрос ресурсов тоже времени, вы должны давать крутой контент и модерировать, как бы, не так просто. Вот, говорю, как человек-основатель самого крупного сообщества маркетологов в Фейсбуке, ты же маркетолог, ну, чисто по маркетингу, чисто маркетологи, без всех подряд у нас. Так что так вот. Они в офлайн плохо заходят. Ну, вот к Аздефте, да, задавайте вопросы, разбирайте, что им нужно, что им нужно. Хорошо. Мы без волшебных таблеток сегодня, то есть, мы даем полезный, хороший контент, но это не то, что ты щелкнул пальцами, что ты раньше не делал, а теперь делаешь, и все совершенно поменялось, по-другому работает, работать не нужно. Андрею огромное спасибо. Да, коллеги, вам спасибо за внимание. Надеюсь, что какую-то пользу вы сегодня отхватили, что-то записали, что-то еще в записях посмотрите. Ну, вот. Выведи, пожалуйста, последний слайд, как на тебя подписаться, еще разок. Ой-ой-ой, в твои залез, сори, сори, все, не наказывай меня. Ничего. Смотрите, здесь имейлы, собственно говоря, в фейсбуке, здесь вот инстаграмчик мой, можно там сфотографировать и прийти. Вот. Все, ребят, смотрите, последнее напутственное послание от меня, ну, их будет два в одном. Вот. Первое. Никому не верьте. Вот. Не верьте мне, не верьте Мише. Да, то есть, вот вы посмотрели наши вебинары сейчас, вот после него сразу возьмите и попробуйте. Вот. Возьмите сервис откройте hunter.io, введите домен вашего клиента. Посмотрите, нашлись имейлы или нет. Не нашлись. Введите домен другого клиента. Миша сейчас показал про Bitrix24. Вот нет у вас в компании еще, думаете или нет. Зайдите в демокабинет, потестируйте, понажимайте кнопки, посмотрите, изучите. Самое главное – это практика, да, потому что вот мы всего лишь даем вам 10% пользы, от которой мы можем дать. 90% вы можете получить только проверив это руками. И у вас это запишется в ваших нейронных связях. Вот. В общем, делайте хороший маркетинг, а нехороший маркетинг не делайте. Все. Всем спасибо и удачи. Ольга, это сервис про цифровую воронку, это сервис, в Bitrix тоже это есть. Там ты выстраиваешь бизнес-процесс, в зависимости от стадии, где клиент находится, на какой стадии, ему может прийти смска, ему может прийти имейл, напоминание менеджеру позвонить, выставляется счет там и так далее. У меня нет Bitrix. Ну вот, ответ очевиден. Сейчас поправим. Ответ очевиден, да, хорошо. Все, ребят, спасибо огромное, еще раз, мы записи сегодняшнего вебинара сделаем, можно будет пересмотреть там на 0.75 скорости примерно, или там как будет комфортно, и вытащить то, что интересное, классное и нужное. Андрей, еще раз большое тебе спасибо. Так, друзья, напомню, у нас в чатике можно про Bitrix24 спрашивать, если его у вас нет, задавайте вопросы, а можно ли, если он у вас есть, тоже спрашивайте, коллеги, сегодня компания Altasip у нас есть, интегратор, который сервис хорошо знает, на вопросы эти будет отвечать. Так, отлично, вторая часть вебинара, я буду говорить про как раз сервис Bitrix24, ну и, естественно, буду говорить про там дружбу или не дружбу, маркетинга и продаж. Буду продолжать немножко тезис Андрея. Сервис Bitrix24, сервис комплексный, это не только история про CRM, она вот здесь в центре обозначена, но это и инструменты, которые касаются организации совместной работы внутри компании, построения работы по Task Tracker по задачам, поручения и контроля этих исполнений поручений, сервисы коммуникации с вашими клиентами на современных площадках соцсети и мессенджера и классических инструментах, телефон, например, электронная почта или формы на сайте, и это и продажи, в том числе, в интернете. Я чуть-чуть буду касаться сегодня непосредственно функционала, как это выглядит, не буду касаться настройки, но логически буду таки пробрасывать мостики, что есть полезного, на что стоит обратить внимание, и, как правильно сказал Андрей, попробовать руками, ну, самый верный способ. Тут у нас еще есть коллеги-интеграторы, которые могут вам помочь попробовать все это руками. Итак, ну, несколько раз сегодня касались этого вопроса, кто виноват, старинная русская сказка. Слева условный собирательный образ маркетолога, справа условный собирательный образ менеджера по продажам. И когда приходят лиды в компанию, вот классический инбаунд маркетинг, про который говорил Андрей, тогда маркетинг должен привести лиды, продажи должны лиды обработать. Ну, и если результат не очень, то каждый из них пеняет друг на друга, говорит, лиды не совсем качественные, вы привели, маркетинг говорит, вы их обрабатывать не умеете, качественные я привел. По сути, единственный способ подружить их каким-то образом, построить у них какое-то общее пространство. Теперь я хочу сказать про границу. Видел в чатике вопрос, когда в компании есть директ, ну, немножко сотрудников. Один директор, один сотрудник, который занимается, например, продажей или отбрузками, один, который занимается маркетингом. Как распределить, должен ли продавать первый, второй, или где эта граница находится? Есть классическая модель АИДа, которая говорит про то, что есть воронка, и от самого начала воронки, от узнаваемости бренда условного идем, и в конце до действия, когда мы завершаем покупку, например. Что в этой воронке происходит в разных отраслях? Есть бизнесы или форматы работы с клиентами, когда вся эта воронка завязана на один сервис или на одного человека. Ну, классический пример, наверное, интернет-магазин. Ты привел трафик в интернет-магазин, и там все построено таким образом, что ты и покупку совершаешь на этой же площадке. Там не подключается другой человек, которому передают лид, и он дальше уже с ним работает. Не там длинная воронка B2B. Тогда вот все четыре действия выполняет один человек. Ну, назовем его маркетолог или владелец интернет-сайта или еще что-то. Есть бизнесы, где на каждой стадии разный ответственный человек. Скорее всего, это крупные бизнесы, и за узнавание, общая узнаваемость отвечает, например, пиар, за формирование потребностей, интереса, вот стадия желтая, отвечает, например, маркетолог, за принятие решений отвечают они где-то вместе с отделом продаж, и последнее действие, сделка, принятие денег, отгрузка, это отдел продаж. Может быть, там, три или четыре участника. Вы у себя в бизнесе определяете, как у вас устроено, то есть где тот самый переход от привлечения клиентов до того момента, как человек купил у вас, человек или компания, B2B, B2C, вы работаете, завершил покупку. В общем, граница эта уникальна в вашем бизнесе, вы на него смотрите и сами определяете, где тут роль. Но какой еще ключевой момент можно вытащить отсюда, если вы видите эту воронку, то вы понимаете, что и маркетинг, и продажа работают, ну, в одной, по сути, воронке. То есть это одна и та же задача общего бизнеса, совершить продажу. Привлекает клиента маркетинг, но совершает продажу бизнес. Поэтому, по сути, единственная возможность сделать так, чтобы маркетинг и продажи, ну, как-то взаимодействовали друг с другом, дружили и друг на друга ответственность не спихивали, это положить их в одну воронку, в CRM. Когда маркетинг приводит лиды и может посмотреть прямо там в CRM, насколько быстро и качественно их обрабатывают. Нужно послушать записи. Пожалуйста, мы послушали записи или почитали чаты, как менеджеры общаются с клиентами. Оттуда сразу же становится понятно. Мусорные лиды привел маркетинг, надо менять каким-то образом, например, таргет, способ привлечения, канал привлечения. Или нужно отправить менеджеров на курсы, в отпуск или еще куда-нибудь, если они совсем не умеют работать с клиентами. Провести с ними условный тренинг, работу, чтобы нормально можно было взаимодействовать. Воронку строить можно внутри Bittrex 24 по-разному и смотреть ее можно по-разному. Тут есть несколько перечней, как можно посмотреть по источнику, по девайсу даже, да, или по менеджеру, который работает, сравнить менеджера с его соседом, кто из них лучше конвертирует. Окей, идем немножко дальше. Что происходит, если маркетинг и продажи работают в одной связке? Было большое исследование, сегодня без ссылки. Если будет интересно, потом достану на эту ссылку. Вот какие плюсы возникают у компаний в целом, если и маркетинг, и продажи работают вместе. У них есть общая кипья, они заинтересованы, и там в единой CRM-системе, например, ведут всю справедливость, целятся, единый результат, друг с другом советуются, синхронизируются. Почему же так не происходит? Мы тут делали тоже большое исследование по России, выяснилось, что в прошлом году проникновение CRM, то есть компании, которые используют CRM, находятся, ну, прямо в меньшинстве, 17% от всех. Если взять все компании в России, то вот 17% их пользуют, CRM работают с ней, остальные как-то не добрались до этой темы. С одной стороны, это здорово, если вы в той когорте, которая использует, а ваших конкурентов еще нет, если ситуация обратная, то, конечно, не очень красиво получается, нужно скорее догонять. Возможность догонять пока вроде бы есть. С чем работает CRM? Я вот тут для примера из Википедии выписал определение, что такое CRM, и там есть цветом подсвеченное несколько, ну, таких таргетов, где CRM сильна, с чем она может помочь. Повышение продаж, то в основном, какую задачу перед CRM ставят в России, по крайней мере. Оптимизация маркетинга, то, что не всегда формулируют, но уже больше запросов от маркетологов про CRM получается. Обслуживание клиентов, тот самый, либо НПС увеличенный, либо просто удовлетворенность клиентов, мы в простой терминах говорим, удовлетворенность клиентов, она выше, чем могла бы быть без CRM. Мы про них помним, мы их узнаем, мы не забываем отправить им то, что обещали, делаем о чем договорились, не теряем нигде по дороге их, много-много всего. Ну, и улучшение бизнес-процессов. Это еще один блок, до него тоже компания доходит, примерно. То есть, видите, здесь есть и продажи, и маркетинг, и на самом деле и процессы в том числе. Мы про процессы еще не говорили, но современная CRM-система подразумевает, что оно есть. Вот таким образом выглядит скриншот из Bitrix24. Там есть вот та самая картинка, обои мы ее называем, такая подложка, которую каждый под себя может менять. Кто хочет в отпуск, пожалуйста, вот такой план полета. Кто хочет на море, пожалуйста, может пальмы, значит, кто любит зиму, поставил себе что-нибудь похожее и работает совершенно комфортно дальше в сервисе. Это воронка продаж. Вот здесь такие карточки, которые появляются благодаря маркетингу и дальше по стадиям ведутся уже благодаря отделу продаж, ну, скорее всего. Если у вас один человек все делает, ну, окей, один человек контролирует всю воронку. Это может быть про B2B, когда длинный цикл продаж, например, полгода, и вы в течение полугода, шести месяцев по этим стадиям ведете клиента. Это может быть B2C, когда я условно покупаю себе мебель или автомобиль или еще какую-то покупку совершаю, где мне нужно выбрать и принять решение. Там юридические услуги. Я поговорил, приценился, там есть какие-то стадии, окна я заказываю, вызвать замерщика, посмотреть, посчитать, выслать КП, преодолеть возражения, дальше установить уже. То есть это и B2B, и B2C, пожалуйста. Размер воронки определяется количеством процессов, которые у вас по сути есть. На каких-то процессах задействован маркетинг в лидогенерации, на следующих процессах подхватывает маркетинг отдел продаж. Тоже, вроде, пока все просто. Какие ключевые задачи у CRM есть, которые как раз обеспечиваются вот этой дружбой маркетинга и отдела продаж и помогают эту дружбу создать? Первая, самая большая задача не потерять входящее обращение. Если маркетинг молодцы, сделали классно рекламную кампанию, дали номер телефона, который не отвечает. По сути, все усилия кампании, все деньги потрачены зря. Или они дали рекламу, а все люди пришли в почту, а почта сваливается в какой-то спам. Или еще какая-нибудь ужасная ситуация, которая не должна быть внутри кампании, но мы должны точно знать, что такого не будет. Поэтому подключаем к себе все каналы. Сейчас бизнес присутствует в разных каналах, мы вынуждены выйти в социальных сетях и отвечать на почту, и телефонные звонки мониторить, и в мессенджерах присутствовать, и вот везде мы должны быть. Поэтому мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все эти каналы свести в единую точку входа, в CRM-систему, и отвечать оттуда. Все, что стекается благодаря усилиям маркетинга, может быть, не только маркетинга, в нашу кампанию, все входящие обращения должны быть посчитаны. Вот здесь, ну, не скриншот, наверное, а слайд, скажем так, контакт-центра, который есть внутри Bitrix24, который позволяет разные каналы подключить. От современных до классических, мы про это уже говорили, я перечислять не буду, практически все можно завести внутрь Bitrix24 и совершенно точно говорить, ко мне обратилось 30 клиентов за неделю, 500 клиентов за неделю. И вот если у вас есть эта информация, есть эта точка, тогда вы можете на нее уже влиять. Смотреть конверсию, если обратилось 500, то почему продаж всего 2? Вот такая конверсия, давайте смотреть, где там, на каком этапе она теряется. Если у вас 30 обращений, а нужно 100, давайте думать, каким образом мы увеличим количество обращений. Но и дальше мы скажем, что от источника и количества обращений мы можем проследить потом путь до конечной продажи. Эта вот цепочка сквозной аналитики настраивается внутри Bitrix24 в том числе, и вы видите ответ на вопрос, какой канал у вас хорошо работает, в какой стоит вкладывать больше денег, в какой нет. Вот это уже скриншот, прям такими прямоугольниками, плашками обозначены разные каналы, их на самом деле здесь больше. Вы нажимаете тот, который хочется подключить, не знаю, Инстаграм, Фейсбук, почта, номер телефона, даже офлайн источники может подключить, если мы на билборде даем информацию с нашей рекламой и там почту или номер телефона указываем, мы этот источник можем привязать к офлайн-каналу, и CRM-система посчитает, сколько по этому объявлению к нам позвонило людей и насколько они доходят до продажи в конце концов. Это, ну, история с инбаундом. Мы привлекли, точно посчитали всех и дальше передали в отдел продаж, например. И продажи работают с ними, и в дальнейшем закрывают. Мы контролируем весь процесс, каждый шаг по баранке. Теперь вторая история, которая ближе уже к докладу Андрея, сегодня прозвучавшему, когда мы инбаунд-маркетингом занимаемся, а строим вот обоим системам, когда мы на основе своих данных про клиентов работаем с ними. У нас есть кросс-продажи, у нас есть повторные продажи. Это тот базовый минимум, который есть у всех компаний, даже если мы целенаправленно не выбираем себе 100 клиентов, за которыми бегаем по всему интернету и офлайн, но для того, чтобы сконвертировать их, там, большой чек, например, то вот в простом массовом рабочем формате мы выбираем тех клиентов, про которых мы уже знаем. Это клиенты, которые попали к нам в воронку. Не все, кто дошел до конца. Все, кто купил, например, у нас эту страховку на автомобиль, и в дальнейшем мы на следующий год эту страховку должны продлить. А это процесс, который заложен в CRM, который мы не пропускаем, и он должен быть там 100% отлажен. А те люди, которые начинали общаться с нами, но до финала не дошли, их же там 80%, 70%, 90%, у всех по-разному в разных бизнесах, но основная масса входящих обращений чаще всего не доходит до финала успешного. Они доходят до финала неуспешного, они у нас не купили в этот раз. Но они все равно наша база и наши потенциальные клиенты. Поэтому мы должны уметь предлагать им следующий товар, следующую услугу, то, что у нас есть. Должны делать это автоматически, не забывать. То есть, если мы можем предложить автоматом, например, письмом, пожалуйста, так можно сделать. Если нам нужно позвонить и голосом поговорить, мы тоже так можем сделать. Написать в чат, так тоже можно. Или даже сделать инфозвонок. В некоторых кейсах и инфозвонок работает. Наверное, в непродажных кейсах инфозвонки работают, а в кейсах, ну там, напоминания, например, или сервисных звонков. Ваш товар в точке выдачи. Можно отправить смс-ку, можно сделать голосовой звонок. Завтра вы записались на вебинар. Напоминаем, что вы в 11 часов подключаетесь по такой ссылке, которая лежит у вас там на почте, например. Это тоже можно сделать либо голосовым звонком, либо текстом. Тут уж вы определяете, какой способ проще. На стриншоте мультиворонки или разные тоннели продаж, когда вы одного человека проводите сначала по одной воронке, успешно или неуспешно завершается стадия, дальше перекидываете в другую. Например, кейс успешного завершения стадии. Вы установили кондиционер и сделали, например, установку этого кондиционера сразу же. Это может быть одна. Точка внутри компании один человек делает. может быть две точки. То есть это и товар, и продажа услуги. А потом, например, через год вам нужно предложить обслуживание этого кондиционера. Автоматически запускается следующая воронка, которая предлагает через определенное время, через год, например, через 11 месяцев, что-то такое клиенту сделать. Этих процессов внутри вашей компании может быть не один, и вообще должен быть не один. У вас должны быть услуги или товары, которые вы можете предложить вместе или вместо, или дополнительно к тому, что есть у вас в качестве основного товара. Вот вы такие воронки строите и отлично работаете дальше по классическим сценариям повторных продаж, допродаж, кросс-продаж, по-разному они называются, но автоматизирует где-то совершенно спокойно внутри CRM-мост. Теперь момент про современные коммуникации и современные продажи, когда маркетинг, например, работает активно в социальных сетях, в аккаунтах Инстаграма. Есть тут в аудитории, друзья, среди вас те, кто больше работает, например, в Инстаграме или там в Фейсбуке, чем работает в классических инструментах в почте и в телефоне, в мобильном или СИП или простом городском телефоне. Поставьте, пожалуйста, какой-нибудь плюсик. Есть. Окей, спасибо большое за обратную связь. Соответственно, какой там нюанс возникает, когда мы здорово показали себя, ну, условно, в аккаунте Инстаграма, рекламой или в собственном аккаунте, мы говорим, если вам интересно, пройдите, пожалуйста, в личные сообщения. Это классическое. В личку ответил, в личку скинул. Сколько стоит? Вот столько. И там нужно продолжить такое общение. Мы все знаем, что когда мы ловим клиента в сообщениях в чате, в мессенджере где-то, то там очень большая доля эмоций. Если наш товар или наша услуга не с очень большим чеком, то есть условно, там, это тысяча рублей, сейчас просто из головы берут, например, и для нашей аудитории тысяча рублей это не очень критичная сумма, то там очень зависит все от того, на какой эмоции сейчас человек с этими деньгами готов расстаться. Если у него позитивное, хорошее настроение, вот в Питере сегодня солнечно, прям классно, здорово, и в чатике мне что-то такое понравилось, классная, там, желтая кепка, вот классная желтая кепка и солнце хорошо, я бы сейчас и купил эту кепку. Как только у вас длинная цепочка продаж, мы говорим, хорошо, мы продадим кепку, вот, скиньте там на почту или мы вам скинем какой-нибудь дополнительный реквизит, вы пройдете туда, потом вам выставят счет, потом что-то еще сделаем, нет, мы должны поймать человека прямо сразу и уметь и показать товар и принять оплату прямо в чатике. Я надеюсь, что те, кто активно работает, уже это умеют делать. Для других, для другой части нашей аудитории, те, кто в мессенджерах работает неактивно, я покажу современные технологии, которые прям позволяют вам внутри чата взять деньги с клиента сразу же, вот на эмоции. Сейчас мы попробуем сделать такую рокировку, показать вам ролик про центр продаж, там коллеги немножко расскажут и покажут, наверное, расскажу я, покажут, как это происходит в интерфейсах Bitrix24. Вы перед собой, я надеюсь, видите два девайса на экране. Это большой экран менеджера и небольшой телефонный экран нашего клиента потенциального, который перешел в мессенджер и говорит, ой, что-то мне понравилось, то, что я сейчас у вас прям вижу, я готов это купить. Ну, вот там кратко я пересказываю диалог. По интерфейсам. Человек, наш клиент находится у себя в мессенджере в мобильном телефоне, внутри CRM-системы на большом экране находится менеджер. И когда его попросили показать, например, товар, он говорит, да, конечно, я так могу сделать. Заходит по одному клику в небольшой сайт лендинг и показывает какую-то страничку. Например, сбрасывает страницу с вопросами или страницу с описанием, страницу, как нам проехать или что-то, что клиент прямо запрашивает. Вот. Например, добрался он до страницы оплатить и такую же ссылочку прямо бросает в чат. Клиент на мобильном телефоне получает эту ссылку в чат, выбирает удобный способ оплаты, говорит, ну, например, там, Сбербанк, Альфа-банк, ВКП, что-то мне прямо сейчас подходит и на месте сразу же в мессенджере совершает оплату. Вижу в чатике вопросы, есть картинка, нет картинки. Так иногда бывает, если вы смотрите через приложение, там не всегда картинка проходит. Если вы смотрите на обычном компьютере на десктопе, можно будет потом пересмотреть. Ссылочку дадим, можно будет записи посмотреть. Ну, вот, голосом комментируя, что происходит, по сути, мы человеку в мессенджер отправили данные, отправили ссылку, и он несколькими нажатиями завершил покупку. Вот тот самый момент, когда мы прямо в мессенджере, не выходя никуда за пределы коммуникации, не давая ему дополнительных каналов коммуникации, там, подождите, мы потом на почту вам что-нибудь пришлем, сразу же сформировали ссылку на оплату, приняли оплату и конверсию свою существенно повысили. Пожалуйста, друзья, те, кто пользуются, отлично, те, кто не пользуются, можно совершенно спокойно работать в дальнейшем с этим инструментом. Вижу коммент про B2B. Значит, с B2B в сложных продуктах, конечно же, у вас не эмоциональная покупка. У вас там нет такого, что вы показали станок в Инстаграме, и человек говорит, ух ты, станок, дайте два. Сразу же мне счет, пожалуйста, в Инстаграм, Телеграм или в какой-то другой мессенджер. Нет, конечно же, так не бывает. Для сложных B2B и дорогих продуктов B2B работает другая механика, там вы имеете возможность сразу же отправить счет или коммерческое предложение, это тоже автоматизация, вам не нужно собирать большой документ, вы двумя кликами отправляете коммерческое, там ставится фоксимили, там ставится печать, скан печати, и отправляется на почту счет коммерческий или любой другой документ, когда вы доходите до момента, что клиент готов оплатить, вы его уже убедили. Да, нужно подключать к этому кассу, естественно, вот сейчас я показываю технологии, тут некоторый бэкэнд есть, нужно пройти некоторые процедуры, чтобы подключить к своему аккаунту, к своему юрлицу, к кассу, и, пожалуйста, вот прямо в чате вы эти действия совершаете. Очень рекомендую, друзья, если вы работаете в мессенджере, совершаете продажи, мне кажется, что это вот такой вот уже базовый уровень, must have, если вы там работаете, должны уметь такую штуку, технологии совершенно спокойно позволяют. Так, передвигаемся еще к одному большому блоку, это CRM-маркетинг, он еще ближе к истории, озвученной в первой части у нас, к аккаунт-бейст, что это такое, по сути, мы работаем со своей аудиторией в дальнейшем. Мы первый раз вот инбаунд-маркетинг привлечением с открытых источников приобрели клиента, это для нас с течением времени все дороже и дороже получается, нам новый клиент стоит все больше и больше, поэтому в любом случае нам нужно работать со своим существующим и на допродаже в том числе. Иногда в чатике есть вопрос, если у нас очень дорогие товары, автомобили, машины, такие технологические станки, я имею в виду, либо недвижка с большими чеками, как нам это помогает. Есть, все время рекомендую и постоянно забываю название книги, по-моему, обнимите своих клиентов, книжка хорошая, которая рассказывает про построение таких отношений как раз на примере автомобильного дилерского центра. Они продают машины, у них, понятно, цикл сделки достаточно большой и промежутки между покупками тоже большие. Годы, три года, пять лет, но тем не менее, они строят такую систему и это отлично у них работает, поэтому если вы занимаетесь и небольшими чеками, и большими чеками, это одинаково здорово для вас. Мне кажется, на больших чеках еще и важнее, потому что там привлечение такого человека стоит намного дороже. Так вот, CRM-маркетинг, это когда вы с вашей базой делаете что-то хорошее, полезное и приятное. У вас она есть внутри CRM-системы, вы ее каким-то образом собрали и вы заранее подумали, как ее сегментировать. Я сейчас в идеальной картинке мира говорю, что такое заранее подумали, как сегментировать. Если ваши предложения могут отличаться для мужчин-женщин, для разных географических зон, для людей из разных отраслей, для компаний или для компаний с разными оборотами, то вам эту информацию нужно собрать. Это поля, которые есть в CRM-системе, они могут быть обязательными полями, могут быть свободными, если менеджер заполняет в свободном стиле, либо это могут быть поля, которые вы автоматически из других систем подтягиваете. Есть система по обогащению данными и можно автоматом забрать какие-то данные себе. Это классно, автоматом всегда лучше всего, потому что тут нет такого человеческого фактора, уточнил, не уточнил менеджер, правильно ли он что-нибудь заполнил. В дальнейшем вы эту аудиторию сегментируете по разным критериям, признакам. Например, вам нужно выбрать всех, кто работал с вами в течение последнего года, кто, например, покупал у вас в течение последнего года что-то, среди них найти всех, кто живет в Петербурге и вдруг вам нужны из этого пула только женщины или только мужчины. Сейчас 8 марта, например, готовимся и делаем две разные рассылки. Одну побалуйте себя, а вторую побалуйте свою вторую половину. И вот две рассылки такие мы по разным признакам формируем и отправляем. На слайде написано динамические сегменты и статические. Я буквально маленький комментарий дам, что это такое. Динамический сегмент то тот признак, который может меняться регулярно. Например, частота покупок, когда вы совершили покупку. Статический сегмент то, что в основном не меняется никак. Например, отрасль для B2B или там пол для B2C, если мы опять же делим по гендеру нашей аудитории каким-то образом. Если у вас предложение не отличается по гендеру, то не делите, нет никакого смысла в том, чтобы записывать такой критерий. Так, каким образом можно фильтровать, естественно, ну вот мы поговорили уже немножко. Это клиенты, которые совершали покупки, например, или покупали в этом месяце или клиенты, у которых день рождения. Такие предустановленные сегменты есть сразу же внутри вашей CRM. Их можно выбрать одним кликом и вам сформируется такая база. Если вы слишком много признаков друг на друга наложили и у вас остался через фильтр только, не знаю, там 10 клиентов, которые существуют, ну окей, тогда вам не нужно делать по ним рассылку, можно просто звонок совершить на самом деле. Ну, если у вас есть большой сегмент и там есть на кого таргетировать электронную рассылку или рекламу, то, пожалуйста, работайте с этим. Сегментация возможна и работа возможна. Теперь небольшой лайфхак для тех, кто работает по воронке. Ну, давайте будем, не будем делить на B2B и B2C. У кого есть цикл воронки, вы отслеживаете это по нескольким стадиям и финальной стадии. Совершилась сделка или не совершилась сделка. Как я уже говорил, большая часть входящих обращений или коммуникаций в вашей воронке не заканчивается успешной продажей. К сожалению, мы тут по этому поводу делаем, предлагаем массу усилий, чтобы так не было, но, тем не менее, статистика такая. Так вот, таргетироваться можно в том числе и на проигрыше. Если мы знаем, что у нас есть вот стадии проигрыша, вы видите на картинке, стадия выигрыша, она одна, один вариант, все у нас получилось. Стадии проигрыша разные, туда заложено чаще всего обычно закладываются причины проигрыша. Мы говорим, почему сделка не совершилась. Они выбрали конкурента, они отложили проект на полгода, они отложили проект до окончания пандемии, например, или они отказались вообще от проекта, выбрали какую-то альтернативу, либо, ну, какая-то еще причина, которая есть внутри. Допустим, не сошлись по цене. Очень дорого наши услуги относительно общего рынка или относительно какого-то проекта. Мы знаем эти причины и можем выбрать клиентов, для которых было очень дорого, а мы тут для них запускаем акцию. Вот он, пожалуйста, сегмент, на который мы таргетировались и пришли. Либо они выбрали конкурентов, мы знаем, что цикл сделки, ну, примерно, там, не знаю, год, если опять же давайте про страховки поговорим. Вот они, страховки, год она действует, через год она заканчивается, нужно продлять. Мы можем прийти к ним, мы знаем, когда нужно прийти, если вы автомобилист, вы знаете, когда к вам приходят, и предложить на следующий год посотрудничать с вами. Например, то есть вполне нормальная сегментация, которая есть уже у вас в воронке по причинам выигрыша или проигрыша. В данном случае по проигрышу. Итак, CRM-маркетинг, что это такое? Это деление своей существующей аудитории и дальнейшие действия уже с этой аудиторией. Мы говорим, вот все, кто у нас проиграли сделки, все, кто живут у нас в этом городе, все, кто у нас совершали покупки, или все, кто находится на каком-то этапе в воронки. Мы можем и так в том числе работать, мы говорим, если человек в нашу воронку попал, например, это сложный B2B, мы его хотим погреть, погреть рекламой. И вот на определенной стадии воронки, например, ему выслали коммерческое предложение, мы добавляем его мобильный телефон и электронную почту в рекламную аудиторию, например, на Facebook, и начинаем его там таргетированной рекламой догонять и показывать ему наш бренд. И ощущение создается, что, смотрите, ой, и здесь они, и здесь они, значит, хорошая компания, значит, ее там много, например, или кейсы вы ему дополнительно показываете. Сценарии совершенно разные, автоматика умеет так делать, прямо из CRM-системы. Вот как раз про это буквально рекламная, буквально слайд про эту рекламу, например, реклама в Facebook, и вы таргетируете аудиторию, автоматом добавляя ее в рекламный кабинет. Значит, какой сценарий здесь есть? Вот первый, который я рассказал, погреть в течение воронки. И второй сценарий, например, вы запускаете акцию на своих клиентов. Ну, или акции в принципе, но своих клиентов вы, конечно же, тоже хотите охватить. Основной канал коммуникации у вас, предположим, почта. И вы знаете, что электронное письмо читают, ну, там, 30% аудитории. Остальные, опять же, не читают. Поэтому пока не очень дорого взять и догнать их, например, рекламой, точно таргетироваться на них и, пожалуйста, показать им у нас, ребят, скидки. Приходите. Показать им не только письмом, но и посмотреть в мобильном телефоне или в социальной сети, где и находится. Так, вопрос от Василия. Как быть, если LTV равно единице? Если я вопрос правильно понимаю, то как быть, если маржа от вашего продукта получается равной тому, как вы привлекаете? Или LTV вы имеете в виду lifetime value, у вас единственная покупка, больше нет? Василий, уточните немножко, что имеете в виду. То есть LTV, пока мы уточняем немножко в чатике, LTV-показатель, который определяет, сколько денег клиент за все время коммуникации с вами отдает вам. Значит, вижу, да, единственная покупка. Если у вас, если вы видите по статистике, что LTV у вас единица, то это неправильно, и с этим нужно работать. Значит, что можно с этим сделать? Если у вас клиенты по статистике покупают всего один раз, значит, вы с ними в дальнейшем не коммуницируете, вам нечего предложить им дополнительно. Если у вас покупают телефон, вы не предлагаете чехол. Вот я на базовых примерах, вы их к себе переносите. И не появляетесь через год, чтобы обновить телефон или показать новый гаджет. То есть у вас нет кросс-продуктов. Подумайте, пожалуйста, над линейкой кросс-продуктов, что вы можете еще предложить, и выставите такую коммуникацию. Когда нужно прийти к клиенту, когда ему что-нибудь предложить. Можно ли сделать апгрейд по чеку, повысить средний чек и там моментальный чек в тот момент, когда человек заказывает у вас что-то. Если он приходит к вам, покупает условный телефон за 10 тысяч рублей, можно ли сделать так, чтобы он купил на 11, предложить ему что-то, каких-то аксессуаров дополнительно. Или услугами. Да, то есть вы добиваете свою линейку услугами, дополнительными товарами, вы увеличиваете количество касаний с клиентом, и, соответственно, покупка у вас не единственная, потому что я же, купив мобильный телефон, не заканчиваю покупку. Вот я наушники к нему купил, я к нему чехол купил. Через год мне захотелось поменять этот чехол. Что-то еще я узнал, что может быть какой-нибудь там разветвительно два наушника, или эти сломались, мне нужны вторые. То есть я все равно совершаю покупки. Вопрос, знаю ли я про вас в этот момент. То есть вы просто простраиваете такую коммуникацию. Про тестирование акций-гипотез. Тоже буквально заброшу вам мысль, вдруг она вам понравится. Когда у вас есть мысль, а не понять ли мне цены, или зайдет ли новый товар в рынок, или я выпустил какую-то специальную услугу, как ее воспринимают мои клиенты, готовы ли они ее покупать. Вот для того, чтобы проверить такие гипотезы, можно делать лендинги. Обычно вы делаете лендинги для посадки на них трафика. Это правильно, классно, здорово. Лендингов у вас наверняка много. Разный трафик приземляется на страницу, которая специально адаптирована для этого. Это классно. Внутри Bitrix24 есть конструктор сайтов, вы на нем делаете такую страничку, и сразу же все контакты забираете в CRM. Этот сценарий, я надеюсь, он понятный, простой, и вы ими активно пользуетесь, если у вас есть Bitrix24. Если нет, опять же, рекомендую, пойдите, посмотрите, как из конструктора сделать сайт и сразу же трафик с него забрать. Но вот про гипотезу немножко. Если у вас есть такая гипотеза, будут ли покупать, например, товар по цене X2, могу ли я повысить цены в два раза и остаться при этом с клиентами, не отвалятся ли они все сразу же. Ну, первое, есть логика. Если я продаю одинаковое устройство, тот же самый мобильный телефон, у всех он стоит 10 тысяч рублей, а я буду за 20 продавать, не очень понятно, кто его у меня купит. Наверное, нет. А вот если у вас услуги сложные, которые конкурентные с одной стороны, но аналогичные услуги или товары на рынке прям один в один не найти. То есть можно отстроиться. Тогда можно совершенно спокойно попробовать, если вы особенно продаете услуги, например, консалтинга или оказываете услуги разработки или еще чего-нибудь, пожалуйста, вы делали это за тысячу рублей час, а теперь хотите за две попробовать. Сработает, не сработает. Сделали лендинг, запустили на него какой-то трафик и посмотрели на конверсию. Соглашаются, не соглашаются люди. Очень часто бывает, что такое психологическое ограничение по поднятию цены, оно у вас в голове. То же самое происходит с новым товаром. Насколько реагируют на него люди, заполняют ли заявку, готовы ли они его брать в дальнейшем. Так, про сайты. Завершаясь, тут такой результирующий слайд. Пожалуйста, их создавать достаточно просто. Там есть готовая адаптация под мобильное устройство, под SEO-оптимизацию. Можете открыть для поисковиков, для роботов, либо закрыть. Вот, хостятся они у нас. Тут вам специально ничего делать не нужно. Создание простое, но и огромный плюс этих сайтов в том, что сразу же трафик они забирают внутрь CRM. Там есть форма, обратной связи чатик, обратный звонок. Все, что там внутри может из коммуникации пригодиться, сразу же тянет внутрь CRM в вашу клиентскую базу, с которой вы потом можете работать. Про CRM-аналитику в самом начале я вам закинул немножко, что можно так делать. И действительно, пару слайдов покажу. И не только пару слайдов покажу, а сейчас выведу, наверное, вам баннер про курс по спазной аналитике. У вас появилась ссылочка. Мы делали такой простой достаточно курс, видео на YouTube, несколько роликов коротких, чтобы разобраться, как настроить внутри Bittrex24 у себя сквозную аналитику. Пожалуйста, если интересно, перейдите, посмотрите. Там по шагам, как подключить соцсети, как настроить CRM-аналитику внутри. Очень простые видео. Значит, что делает CRM-аналитика внутри Bittrex24? Она там живет, во-первых, и показывает, какая реклама для вас выгодна, какая нет. Чаще всего вы, как маркетолог, знаете, что у вас заявка стоит определенный денег, но вы не знаете, сколько стоит продажа. Так вот, как раз CRM-аналитика связывает маркетинги, продажи и показывает итоговый результат. Лучше ли конвертируется трафик из Facebook относительно контакта или директа. Кто из них молодец, кто из них не очень. Не только в стоимости заявки, но в конечном курсе. Так, останавливаем показ, идем через слайды и остановимся в финале уже на автоматизации. Что такое автоматизация в CRM? Это, ну, такое прям огромное количество поля возможностей и различных сценариев. Классика в том, что автоматизация либо делает какие-то действия за вас, рутинные, например, там, составление документов, формирование документов, либо она может контролировать прохождение процессов, контролировать время, вовремя ли менеджеры по продажам берут заявку. Допустим, у вас есть рекламент, что ответить на письмо нужно в течение четырех часов. CRM-система может проконтролировать, правда ли это, правда ли в течение четырех часов менеджеры выполняют вот эту задачу. Если неправда, то она может с этим лидом входящим что-то сделать, передать его руководителю, сообщить руководителю помогать рукой, что что-то там неладно в королевстве и за четыре часа ребята не успевают. Поэтому, вот, кстати, подложка, которая морская, если вы очень хотите на море, можно сделать вот так, будет чуть-чуть попроще и без отпуска. Так, про документы я начал говорить. Пожалуйста, автоматическое формирование документов внутри CRM уже возможно. Это сильно облегчает работу менеджеров. Формирование документов от простых, вот там счет можно выписать, до сложных, можно договор сформировать одним касанием, одной кнопочкой, из карточки клиента система подтянет реквизиты, заполнит их и у вас будет типовой договор, который, пожалуйста, можно сразу же распечатать или отправить там на почту или любой другой документ, который вы придумаете, можно так сделать. Завершаясь на своей части, скажу еще раз, что Bitrix24 инструмент, в котором есть достаточно большое количество возможностей и для продаж, мы сегодня про это поговорили, и для маркетинга, и связки маркетинга и продаж, и для работы всей компании. Вот тут есть такой блок прям офис и задачи, это блоки, которые организуют работу целой команды в удаленном формате, в онлайн, в оффлайн формате, совершенно без разницы, эффективность работы вместе в едином инструменте, конечно же, повышается. У меня, друзья, на этом все. Из того, что я сегодня хотел рассказать, резюмируя и подытоживая вопросы, будет ли запись и презентации, мы отдадим и презентации, и запись сегодняшнего вебинара. Как только сконвертируется запись, я думаю, что завтра это будет уже на почту, по которой вы регистрирулись, придет ссылка. Если вдруг не придет, то я говорил, что сегодня вместе с нами вы видели, работают наши коллеги компании Altosip интеграторы, которые систему знают отлично, они к вам придут поинтересоваться, насколько вам контент, который был сегодня на вебинаре, зашел, интересен, понятен, и насколько он вызвал вопросы. То есть появились ли у вас вопросы, как там та или иная система рекомендована, Bitrix24, может помочь вам внутри вашего бизнеса. Если у вас есть уже готовый сценарий, можете прям записать его и сразу же на входящий звонок сказать, да, вот смотрите, можно ли вот так. Если у вас нет конкретного вопроса, можно просто описать, вот моя сфера бизнеса, я занимаюсь продажей мебели, я занимаюсь продажей детских праздников, я занимаюсь производством той же мебели условной. Может ли Bitrix24 в каком-то из процессов сделать мне лучше и каким образом. И коллеги сориентируют, скажут нам, насколько будет полезен Bitrix24, как его можно интегрировать к себе. Попробовать. Попробовать, конечно, можно. У нас есть бесплатный тариф Bitrix24, есть триал на 30 дней, который может полный функционал дать вам на месяц для того, чтобы вы поигрались, посмотрели, как это лучше сделать. Из моей рекомендации поиграться, посмотреть лучше, конечно, с нашим партнером, который сервис давно изучил и сократит вам количество времени на изучение системы и на нахождение каких-то полезных функций. Спасибо большое, друзья. Так, вижу, вижу, что мы на большинство вопросов ответили. Так, сегодня много раз говорилось про B2B, что должна быть единая мотивация для маркетинга и продаж. Можете привести пример таких KPI с завязкой наоборот? Смотрите, это всегда решение для бизнеса. Влад, спасибо большое за вопрос. Он сложный вопрос. Я видел примеры, когда есть единый показатель, который в продажах осуществляется. То есть, допустим, мы говорим оборот компании, ну или вал компании в этом месяце должен быть, ну давайте там, миллион. И в зависимости от того, вы достигаете этой цифры или не достигаете этой цифры, вы получаете и маркетинги, и продажи премий, либо не получаете. Например, очень часто психологически это тяжело поставить как цель внутри компании, если вы особенно ломаете систему. Но такое возможно. Тогда маркетинги, продажи в связке думают, как им это сделать вместе. Когда у них есть общий KPI, например, вал. У вас может быть KPI не на вал, а на прибыль, не на маржу. Сколько маржи у вас получилось. И тогда маркетинги, продажи придумывают, как продать более маржинальные товары в отличие от менее маржинальных товаров. Значит, там есть более сложная схема. Ну вот в лоб, да, сделали миллион, получили премию. Не сделали миллион, не получили. Ну или какая-то граница. Сделали там 800 тысяч, миллион, миллион двести. Либо вы говорите, ну, примерно так же остается картинка, как у вас сейчас есть. Маркетинг отвечает за свой показатель, за количество входящих обращений. Продажи отвечают за процент конверсии этих обращений. Но регулярная обратная связь, и мы видим количество и качество лидов, мы прописываем это в KPI для маркетинга. Вот оно количество, вот оно качество лидов. Определяем это определенным образом. И вот оно количество продаж и качество конверсий, процент конверсий, который определяется на стороне продаж. Но это точно должно быть в одной воронке. Вот два таких направления могу вам показать. По-разному заходят у компании. Иногда директивно общий показатель, миллион сделали, получили, проходит, заходит. Иногда так не работает и приходится чуть хитрее делать. Друзья, большое спасибо. Сегодня, я надеюсь, мы дали много контента, много полезного. Можно будет пересмотреть, сформулировать действительно вопрос, который вы можете задать нашим коллегам из Алтасипа. Они будут связываться с вами. На сегодня огромное спасибо. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok